Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как обещал, делаем краткий тестик на CS52 Лист, который сейчас продается в составе набора со Шкодой Т27, либо можете взять себе эту машину отдельно. Давайте сразу разберемся с ценниками. 4,5 тысячи в голом состоянии, безусловно, эта машина не стоит. Она интересная, она прикольная, она многим зайдет, особенно любителям СТ, но все же 4,5 это перебор. Что касается Шкоды Т27, то здесь цена абсолютно объективная и абсолютно честная. 6,5 тысяч это вполне себе приемлемый ценник для машины 8 уровня. Так что же получается с набором? Получается, что в этом наборе вы получаете себе Шкоду за 6,5 тысяч легендарным внешним видом с 20х5 на данную машину, которую сможете толково реализовать и открытым всем оборудованием. Что я считаю лично очень-очень круто. И тогда получается, что за 2000 вы получаете CS52 Лист 7 уровня, который является плюс-минус нормальным фармером у себя на левеле, плюс к тому его легендарный внешний вид, плюс к тому открытое все оборудование, опять-таки X5 в количестве 20 штук, которые сможете реализовать вполне себе нормально на любых других машинах, что тоже очень классно. То есть получается, что разработчики здесь разграничили возможность реализовать для элитного опыта экипажа на Шкоде Т27, а вот эти X5 в количестве 20 штучек, они уже предлагают вам реализовать на любых машинах, на каких вы захотите. Я считаю, что это довольно-таки интересное предложение. Итого получается 2000 за CS52 Лист в случае покупки в составе набора, ну либо 4,5, если прям будете брать. Хотя все-таки, повторюсь, 4,5 тысячи для него дороговато, по крайней мере в голом состоянии. Если в составе какого-нибудь набора, тогда разговор был бы совсем другим. Что касается технических характеристик, кратенько повторим по техническим характеристикам, исключительно по орудию. Почему повторим? Потому что абсолютно честный обзор на данную машину я уже делал, и ссылку на этот честный обзор вы найдете в описании к данному видосу. Плюс к тому туда добавится видео в отношении набора из-за цен Шкоды Т27, ну и еще парочка ссылок. Заходите, посмотрите, не поленитесь, вам это поможет принять взвешенное решение. Что касается самой машины, довольно неплохой средний урон. 290 единиц, ребята, это седьмой уровень, не восьмой. Здесь у нас есть скудный угол склонения орудия вниз, минус 6, но в целом играется плюс-минус нормально. Не могу сказать, что прям комфортно, но и особого такого архи-негативного впечатления тоже не производит. Что касается средней бронепробиваемости, 158-197 на голдовых снарядах, и этого, в принципе, достаточно, чтобы отыгрывать как средняя машина, по крайней мере, на линии ЛТСТ вам будет с этим комфортно. Что касается времени перезарядки, 8,5 секунд. Долговатая перезарядка, это факт, но пережить это возможно, если играть аккуратно. Опять-таки, вы можете повысить свой уровень пробития базовым снарядом, и не только базовым, но еще и подкалиброванно-сколочно-фугасным, поставив себе калиброванные снаряды. Но в таком случае, ребят, вы будете, я бы сказал, существенно терять во времени перезарядки. Здесь уже будет 9,17 секунды. И мне лично в такой компоновке играть не сильно комфортно. Поэтому играю на досылателе, а если вдруг бронепробитие не дохватывает мне, я беру вполне спокойно подкалиберные, и 197 меня вполне себе выручают. Против восьмерок играть сложно, это факт. Что касается урона в минуту, 2000, я считаю, что для этой машины вполне себе нормальный, приемлемый ДПМ. Разброс и время сведения, как видите, по цифрам разнятся. Один красуется красивой цифрой меньше 6 секунд, ну а второй превышает 0.35. Поэтому я бы сказал, что все-таки на вот эти две цифры нам стоит посмотреть непосредственно в самом бою. Куда мы с вами, ребят? Сейчас и отправляемся. Что, друзья, поехали. Давайте будем заценивать и давайте будем начинать, в первую очередь, с подвижности машины. Для среднего танка очень приемлемо, нормально, ничего удивительного, ничего сверхъестественного, но в то же время абсолютно ничего удручающего. Стоит отметить, как позитив данной машины, низкий силуэт, приплюснутая башня, приплюснутый корпус, в целом позволяет неплохо прятаться за чем-нибудь, типа каких-нибудь разрушенных сооружений и так далее. В целом, я бы сказал, что вполне себе даже интересно. По времени сведения, как видите, очень четко, очень классно сводится орудие. Здесь вопросов абсолютно никаких нет. На удивление, несмотря что разброс заявленный довольно-таки крупный, то я бы не сказал, что орудие при этом является прям каким-нибудь архихреновым. Да, на дальних расстояниях, как вы видите, косит орудие, и эта машина явно не для уж слишком снайперской игры, но если вы будете играть не в снайпера, а просто будете пытаться на средних расстояниях где-то кого-то выцеливать, то в целом у вас это будет получаться довольно неплохо. Лучше всего, конечно, машина используется на каких-нибудь коротких дистанциях, но опять-таки, на этих коротких дистанциях вы должны помнить о слабом бронировании вашей тачки. Так, зажали меня, зажали. Хищник, давай, отваливай, а я себе проскочу спокойненько. Поехали дальше. Гляжу, что-то толкового попытаемся сделать, если меня сейчас, правда, ваншотом вот этот красавец не вынесет. Или он спит вообще? По-моему, он спит. Ну, значит, чем не повод? Нет, не спит, слушайте, ребята, оказывается, он просто пытался кого-то выцеливать. Хотя, странно, я к нему бортиной стоял, мог бы немножко повернуться и не кисло урона мне накинуть. Я не могу сказать, что данная машина прям must have в ангаре каждого танкиста. Поэтому не могу говорить о том, что ценник в 4,5 тысячи это адекватная, нормальная, приемлемая цена для данной машины. Но в то же время, хотелось бы отметить, что своих 2 тысячи он стоит. Поэтому, если будете покупать его в составе набора, то уж точно не пожалеете о том, что он появился у вас в ангаре. Как вы видите, несмотря на то, что машина какой-то существенной бронированностью не отличается от других, в то же время, ну, довольно-таки часто получается получать разного рода непробития, рикошеты и подобные игровые ситуации. Они только радуют тебя, когда ты играешь на этой тачке. Давай, поворачивайся ко мне. Вот так вот. Поговорили. Я еще и 2 БЗшки выполнил. Прикольно. Едем дальше. Кто у нас остался? У нас остался шпиц, который, в принципе, нам ничего особо там противопоставить не сможет. Машина, понятное дело, что слабовато против нас. Да и уровнем, как говорится, не вышел немножко этот товарищ. Короче говоря, совсем не в ровню. Ну, вот такие вот результаты, ребят. И я не могу сказать, что на этой машине вы не будете получать абсолютно никакого удовольствия. Вопрос просто в том, сколько за это удовольствие вы готовы заплатить. И надо ли оно вам? Умеете ли вы играть на такого класса техники? Ну, и, соответственно, сможете ли вы реализовывать ее потенциал? 2200 единиц урона, 2 уничтоженных соперника, знак классности второй степени. Что касается фарма, то, как я говорил, это семерка. И все-таки фармить лучше на восьмом уровне. Там и коэффициенты повыше, и доходность, соответственно, суммарная больше, потому что больше урона наносите. Но при вот таких вот результатах игры вы будете получать в районе 28 тысяч без прем-аккаунта, а с прем-аккаунтом 48. Что я лично считаю для семерки вполне себе приемлемым заработком серебра. Мы занимаем первое место в команде по урону, абсолютно практически ничего не делая. И все благодаря тому, что действительно комфортное, приятное орудие. Я не думаю, что про данную машину можно сказать еще что-либо. Я не вижу смысла заезжать в еще одну катку по одной простой причине, потому что вот так усредненно данный танк показывает себя практически в каждом бою, по крайней мере, моими средними руками. Я не киберспортсмен, я не суперстатист, я играю как преобладающее большинство игроков в этой игре, и моя статистика танцует в районе 53-55% по победам. Как говорится, хвастаться особо нечем, но и плакать, в принципе, причин тоже не вижу. Вот такой вот он CS52 Лис, и покупать его или не покупать, безусловно, решать исключительно вам. Посмотрите дополнительно по ссылкам обзора, которые я вам положил. Я больше чем уверен, что вы сможете принять взвешенное решение, после которого, если вы купите себе эту машину, то навряд ли будете, по крайней мере, меня обвинять в том, что вы купили что-то не то. Я побежал снимать специально для вас, ну и гарантирую вам, что на своем канале я никогда вас не обманую, ни в коем случае не посоветую чего-либо, что может потенциально вас расстроить, потому что я знаю цену каждой голодовой монеты. Да, у меня есть вот этот пресс-аккаунт с огромным количеством золота и серебра, но на моем основном аккаунте, поверьте, золота гораздо меньше, и я собираю его точно так же, как и вы, просматривая рекламные видеоролики или выполняя боевые задачи. Поэтому, друзья мои, рассчитывайте в дальнейшем на мою честность, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите лайк данному видео, я вам буду безумно благодарен, и пишите свои комментарии, которые я с удовольствием прочитаю, и на некоторые из них дам ответы, если они будут того требовать. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok